Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами красненько поговорим о работах на винограднике в октябре. Первое, это, конечно, сбор урожая. Он еще может продолжаться. Кто-то, может, снял еще в сентябре. Ну, а у кого-то еще урожай какой-то может оставаться. Но смотрите здесь, какая особенность. Если у вас хорошо вызрела лоза, то пусть себе висит. Сейчас у нас еще хорошие теплые дни. Достаточно такие неплохие. Нормальные теплые ночи, все хорошо. Но если у вас лоза зеленая, то все-таки морозы могут прийти скоро. И лозе надо отдохнуть, лозе надо подготовиться к зиме. Поэтому лучше немножечко пожертвовать урожаем, но дать возможность лозе отдохнуть. Поэтому вот этот момент обязательно учтите. Второе, если у нас лист еще зеленый, а у меня, видите, уже здесь куст готовится к зиме, это зилга. Она, как только урожай сняли, все сразу, лист желтенький, она уже готовится на покой, как по расписанию. Так вот, если лист еще зеленый, вот здесь краешек вам виден, то растения можно обработать системными препаратами. Потому что мы помним, системные препараты, они проникают внутрь растения. И таким образом борются с заболеванием. Поэтому сейчас сторонники мохимии, либо не сторонники, по осени смело можно пройтись, особенно если растения болели. Если они не болели, в принципе, можно ничего не делать. Но если болели, если было на лозе, например, былоидиум на листиках, есть и былоидиум, мильдью есть, то не жалейте, пройдитесь системными препаратами, тоже на зиму надо, чтобы растение ушло здоровым. Но, конечно, если лист у нас вот такой, то делать это бесполезно. Это вторая зилга, он тоже, только съем урожая, через неделю буквально все пожелтело. Вот по зеленому листу, как в середке, да, тут лоза от другого куста, вот по такому можно пройтись. Дальше листва начинает опадать, мы ее убираем и желательно сжигаем, потому что там тоже могут быть различные споры вот этих грибков. Зачем нам их плодить, зачем их где-то оставлять? Поэтому собрали, сожгли, все, у нас здесь будет чистенько. Следующий момент, если у нас еще кто-то не созрел, у кого-то лоза не созрела, работаем усиленно над возреванием лозы. Опять же, конечно, по такому листу уже вы ничего не сделаете. Там тогда можно под корень еще линуть, либо монофосфата калия, либо сульфата калия. Если лист, вот как там, зеленый, значит работаем и работаем калием. Опять же, либо сульфатом, либо монофосфатом, уже с хорошими такими дозами 120-140 грамм на 10 литров. Обязательно, чтобы максимально помочь вызреть лозе настолько, насколько это будет возможно. Еще, как вариант, помочь вызреванию, можно уложить лозу в горизонт. Вот таким образом это может поспособствовать. Но калий и фосфор все равно не забываем. Обязательно обрабатываем, обрабатываем, еще раз обрабатываем. Задача минимум для молодых кустов, чтобы вызрело хотя бы на пару почек. Ну, вот здесь, видите, вот этот вот побег, он вызрел неплохо. Второй, в общем-то тоже, раз-два, может быть вполне достаточно. Ну, на самом деле, вот этот куст, я его покупала вроде как четырехлетку. То есть, конечно, мне интересно, чтобы максимально вызрела эта лоза, чтобы я ее уже могла пустить на плодоношение. Но если это куст 1-2-х летка, хотя бы 2-4 почки, если вызрит, уже хорошо вызрит. Больше, еще лучше. Но с этим кустом придется поработать, кусту второй год. Тем более, при таком хорошем росте уже все это можно запускать на рукава на следующий год. Ну, будем смотреть, конечно, как у нас будет получаться. Хотелось бы максимально вот этого всего сохранить. То есть, сейчас работа над вызреванием лозы, это наша самая основная задача. Если вдруг так случилось, что у вас уже сейчас пришли какие-то заморозки, не спешим тут же все обрезать. Ждем. Потому что в любом случае, даже уже если нет листвы, листва обмерзает, идет ток питательных веществ по лозе вниз корню. И надо, чтобы этот процесс завершился. Если вы уберете раньше, то корни не получат нужных для себя питательных веществ, что не есть хорошо. Все-таки впереди зима. Поэтому не спешим точно так же, не спешим с обрезкой. Октябрь еще рано. Ноябрь, а может быть даже и декабрь, в зависимости от погоды. Ну, понятно, что нам, с одной стороны, должно быть комфортно проводить эту операцию. С другой стороны, лоза должна нормально завершить все свои процессы. Если морозов не будет, значит, мы ждем, пока опадет лист полностью. Если вдруг придут какие-то морозы, то и лист опадет сам по себе. Не раньше, чем через 2-3 недели можно вообще начинать что-то делать. Не раньше, не спешите. Еще вопрос по осенней высадке. Саженцев винограда, пересадки из школки пока еще рано. И здесь мы больше привязываемся не столько как бы к месяцу, сколько к состоянию саженцев. Но я думаю, что может быть конец октября, а может быть и начало ноября. Будем смотреть по погоде. Смотрите, у меня как раз кое-что в тепличке есть кандидаты. Вот зеленые, лоза. Вот здесь, может, уже плоховато видно. Здесь не очень вызрел. Вот с той стороны хороший вызревший побег. А вот там вот дальше второй горшок. И вот желтые листья, практически осыпавшись. Вот такой. И когда уже листья совсем упадут. Вот самый классный саженец для пересадки. Все, лоза там вызревшая. Лист опал. Растение на покое. Вот такой вот зеленый, несмотря... Вот как раз, видите, хорошо видно. Несмотря на вызревшую лозу, еще пересаживать нежелательно. Поэтому будем максимально ждать, пока уйдет на покой. По срокам я уже обозначила. Я думаю, что к этим срокам все должно быть готово. Если, к примеру, по прогнозу погоды вы видите, что в ваших регионах ожидаются какие-то кратковременные ночные заморозки. Буквально там на ночь, на две. Если есть возможность, особенно молодые кусты, там не особо вызревшие, положите их на землю. Чем-то прикройте, может там спонбондом в пару слоев. Можно туда подложить, только это еще днем надо сделать, те же пластиковые бутылки с водой. Вода будет нагреваться, сверху вы спонбонд широко расстелили. Он будет сохранять тепло. И таким образом вы предотвратите вот это раннее обмерзание. И дадите растению чуть больше шансов на то, чтобы оно правильно к зиме подготовилось. Ну, это по возможности. То есть, если есть такая возможность, мы делаем. Ну, если нет, то и нет. В принципе, октябрь такой довольно ленивый месяц для виноградаря. И если все у вас более-менее древесина нормально созрела, болезни особо не было, то можно расслабиться перед обрезкой. К концу месяца уже можно будет проводить и влагозарядный полив. Особенно, если у вас легкие песчаные почвы. Перед зимой это делать тоже очень хорошо. Хорошо, повторюсь, на легких почвах. Если у вас тяжелые глины, которые так мокрые, то смысла в этом особого нет. Мы же будем проводить влагозарядный полив по возможности. Ну, у нас вода на даче сезонная, поэтому влагозарядный полив мы будем делать перед отключением этой самой воды, тогда, когда у нас будет такая возможность. Ну, конечно, максимально будем стараться сдвигать эти сроки на конец месяца. А вдруг нам повезет, это будет, например, начало ноября. То есть, слишком рано это делать не стоит. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите, задавайте вопросы под видео. Каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!